так 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 еще один частый вопрос по поводу светочки так как она раньше очень часто бывало со мной видео естественно вопросы поступают и от новых подписчиц которые на старые видео посмотрели и не слышали о том что света уехала да и от моих старых подписчиц которым все равно интересно что происходит со светой света как уехала так еще не вернулась она со своим мужем в сибири муж работает у нее там света естественно как супруга рядом я очень надеюсь что она скоро приедет потому что мне на самом деле не хватает очень не хватает когда человек рядом когда это любой может забежать к нему позвонить не замечаешь не ценишь эти моменты наверное когда человека нет вот тогда ты начинаешь задумываться что и как же хорошо было когда он был рядом вот я не знаю когда она вернется когда вам уже закончится контракт вот она и вернется но хотелось бы чтобы поскорее вернулась она обещала в этом году хотя бы приехать в измир будем ждать все у светочки хорошо ничего не изменилось жизни в худшую сторону точно ничего не изменилось поэтому не переживайте мои хорошие все хорошо у нашей светочки зарядка садится так как света не было сегодня вот зарядить что еще вам рассказать мои солнышки даже не знаю у меня в голове все мысли 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 только о детях больше ничего только и думаешь о своих детках кстати я не помню я говорила о том что они приболели или нет дочь уже выздоровела уже вылечила я ее сынуля еще немножко остался и все но капризы капризы не заканчиваются ни у дочери не усынули часто тоже спрашивают у меня сидят ли мои дети или нет сынуля сидит но самостоятельно он долго не сидит дочь естественно нет дочь она послабее будет сынули она будет его догонять где-то месяц через два то что например он делает сейчас она делает через месяца два в основном так что мои дети умеют на сегодняшний день я даже не знаю что из этого всего достижения что нет поэтому как-то что умеют дочь переворачивается с живота на спину со спины со спины на живот игрушки себе берет в руки играет отзывается уже на имя но не с первого раза ну как отзывается не отвечает конечно просто поворачивается агука это все как бы давно уже она уже не то что агука это нажать такие вещи пытается делать вот она садится не пытается даже у нее нету этого она не спешит ползать пытается что еще ну все наверное я даже не знаю какие еще там их достижения сынуля со спины может перевернуться только на бок дальше бока он никуда даже не пытается перевернуться ползать пытается когда я ему помогаю и все сам по себе нет не делает попытки ползать сидит на нож на ножках стоит с удовольствием хотя я знаю что рано но у него вот все врачи говорят что ноги у него очень крепкие и спина у него крепкая сильная вот на ножках он с удовольствием стоит он даже уже сидеть не хочет он хочет стоять он хочет шагать огукать разговаривать отвечать как бы это тоже давно на имя тоже отзывается игрушки конечно же давно давно берет играет и так далее вот этому не знаю что еще сказать все идет своим чередом сынули уже почти до моем понимании он почти почти догнал в развитии детей своих сверстников им 7 месяцев уже но врачи же говорит что он уже догнал по росту 72 по моему или 73 сантиметра роста росту сына у дочери 63 64 я сейчас врать не хочу к таким врачам ходили у каждого уже один сантиметр два разнятся поэтому я не запоминаю все это у меня записано вид у меня сон и ночами не высыпаюсь я человек который раньше раньше просыпалась в обед завтракала приводила в порядок дом и шла гулять сейчас меня не высыпаюсь мне не хватает сна естественно хоть у меня есть зуля что она мне помогает на все равно двое детей это не один ребенок когда мне говорят вот у тебя и зуля она помогает поэтому все успеваешь там хорошо выглядишь и так далее знаете мы зули когда читаем такие комментарии нам бывает немножко смешно потому что двое маленьких детей одного возраста и один ребенок это огромная разница а огромная разница даже дети погодки это огромная разница меня поймут только те мамы которые воспитывали двойню в тот момент когда мама одного ребенка уложила накормила уложила переодела все сделала с одним ребенком все он спит у вас есть время заняться с домашними делами до которыми у меня например данный момент занимается зулечка у вас есть время заняться этими домашними делами меня занимается не зулечка в то время когда вы занимаетесь домашними делами я занимаюсь вторым ребенком у меня свободного времени тоже нет вы занимаетесь домашними делами вы говорите вот я занялась ребенком потом домашние дела поэтому меня свободного времени на себя нет как бы вы себя так оправдываете а я занялась одним ребенком вы идете заниматься домашними делами я иду заниматься вторым ребенком и у меня тоже свободного времени нет но я нахожу время для себя где я нахожу это время для себя вот в тот момент когда они оба уснули это бывает недолго это по 10 минут 15 20 минут может быть когда они вместе спят в основном ночью когда я их уложила спать вот тогда я волосы свои привожу в порядок ночью или рано утром когда они еще спят вот когда-то так потому что например я знаю вот сегодня ночью уложила детей спать я знаю что нам завтра куда-то выходить не будет времени на укладку моих волос я сделаю укладку ночью же чтобы утром за 10 минут собраться и выйти собрать себя точнее за 10 минут детей так быстро не соберешь поэтому девочки у меня тоже так же как и у вас не бывает свободного времени от того что я снимаю видео у меня бывает в руках телефон вы посмотрите насколько длятся мои видео мои видео длятся 12 13 15 минут это максимум получается 15 минут в сутки а сутков 24 часа я хожу с телефоном все 15 минут всего лишь это минута тут минута там минута здесь урвала вот сейчас они мне дали спокойно посидеть потому что они устали я с ними играла я с ними играла сделаем немножко массаж они устали естественно заснули своем этом аквариуме как его бассейне этот бассейн аквариумом называю вот мои хорошие вот 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 такие вот дела так что давайте не будем находить себя оправдание что у нас нет времени чтобы привести себя в порядок и далее всегда должно быть у женщины время чтобы привести себя в порядок например мне вот на укладку от волос утюжка 10 минут у меня если я хочу быстро быстро делать я могу и за 5 минут утюжить накрасить ногти тоже две минуты две минуты выбираем лак который сохнет быстро я делаю всегда только один слой и все две минуты ты красишь пока эту руку накрасила та рука уже высохла поэтому как бы главное чтобы было желание желание если есть возможность мы всегда найдем вот например я себе нахожу всегда отмазку чтобы не заниматься спортом вот потому что желание у меня нет я себе каждый раз говорю надо к лету похудеть да у нас даже тренажер стоит в зале как бы что стоит залезть на него и даже когда дети рядом лежат побегать да немножечко я несколько дней это сделала потом такая лень это 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 огромная лень только только оказывается как право были люди которые говорили что только в тренажерном зале человек заниматься на самом деле я сейчас пойду как я занималась тренажерном зале и его дома стоит тренажер что 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 ехала это вот мое оправдание себе нахожу оправдание что у меня нет временное того я завтра начну ищу это да у меня еще есть время до лета вот это да 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 а я вот только недавно родила еще не восстановилась а может быть что боже это все я себе нахожу оправдание вот точно так же как мамочки которые находят оправдание в том что вот нет времени привести себя в порядок вот у каждого свое у меня вот такой вот тоже минус не знаю как я буду летом на море ну ничего что у нас там дачи как раз на в том месте где не очень-то много народу бывает принципе можно выбрать время когда нет толпы толпа бывает суббота воскресенье когда все из из мира при приезжают отдыхать а так мы-то там и в рабочие дни бываем поэтому думаю я найду возможность искупаться вот такие вот у нас дела все на этом закрывать мои хорошие спасибо спасибо что смотрели меня спасибо что вы терпите целых 11 минут целых 11 минут меня вытерпеть это знаете это 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 сложно это сложно да вообще знаете я хотела поблагодарить вас я давно вас не благодарила как-то последние пару месяцев наверное я не снимал видео в котором говорила о своих позитивчиках комментировала отрицательных своих комментаторов положительных и не комментировала поэтому я хотела вас поблагодарить за то что вы со мной кстати вот конце февраля по моим 28 числа на 7 28 но я помню конец февраля это было два года ровно моему каналу ровно два года назад и начала вести канал он начинался он как кулинарный я готовила его потихоньку потихонечку но недолго принципе вместе 2 на одном был к кулинарный вот потом я начала вести вот такой вот канал что два года кто-то со мной уже целых два года кто-то два дня кто-то и два часа кто-то и две минуты не выдерживает вот хотела поблагодарить вас всех сколько вы со мной не были спасибо что есть я благодарна каждому из вас благодарна за то что вы знаете своим позитивом которые оставляете мне в комментариях поднимаете и мне настроение я дарю вам свой позитив и получаю обратно от вас такой какой-то позитива обмен у нас получается этому спасибо вам огромное за то что вы у меня есть спасибо огромное за то что вы меня не бросаете в трудные моменты когда я лежала в роддоме когда лежала в больнице с детьми вы были рядом мне очень много людей писала обличку я каждому благодарна мне даже сейчас тяжело вспоминать те дни когда с детьми лежала в больнице это знаете тогда я не показывал насколько тяжело и так далее я вообще человек такой когда мне плохо я не покажу я буду это с гордостью гордо идти вперед подняв голову и так далее никогда никто не поймет плохо у меня что-то или нет потом спустя какое-то время я могу рассказать что было на самом деле вот это как раз таки период вот тогда было на самом деле очень тяжело в больнице детям дочь реанимации сын еще болел там было тяжело но нужно было держаться нужно было держаться ладно все еще раз благодарю вас всех всем пока любите себя будьте здоровы